Ребят, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами как сделать пластиковый контейнер для выгонки лука. Выгонять лук на зелень довольно забавное занятие и не такое уж и дурацкое, потому что обычно в магазине зеленое перо лука стоит в 10 раз дороже африканских бананов. Так вот, как-то давным-давно я уже пробовал заниматься выгонкой пера, у себя на подоконнике в квартире, правда толку от этого пера не очень много, потому что огниющей луковицы очень много запаха. Но не так давно вычислил, что проращиваемый лук не будет гнить и зловонить, если луковица не будет касаться воды. То есть донышко луковицы должно быть выше поверхности воды на 5-10 мм. Луковица при этом остается сухой, но пускает корни. Корни уходят в воду и питают луковицу. Ничего кроме воды для выгонки зелени луковица не надо. Выглядит этот способ весьма заванчиво и перспективно. То есть для этого нам понадобится пластиковый контейнер для яиц, как вы видите, лук, ну и естественно какой-нибудь острый нож. Вот. Контейнер нужно будет разделить на две части. Вот. Так, ну пока мы уберем в сторонку. Таким вот образом. Вот, смотрите. И вот эти вот донышки, где ставятся яйца, да, нужно будет просто вырезать где-то размером с 10-копеечную монету. Да, вот, ну я не буду там уже вдаваться в подробности на сколько там миллиметров нужно. Просто вот срезается вот эта донышка, да, вот во всех 10 ячейках. Вот. После того, как мы вырезали вот эти донышки, нужно будет во второй половинке нашего лотка срезать вот две пупырышки. Ну, это для того, чтобы они не мешали. Так, если я нам немножко побольше... Срезаем эти две пупырышки. Минус один. Минус два. Вторая куда-то улетела. Вот. Эту вот часть тоже уберем, чтобы она нам не мешала. Так, вот, будет более аккуратно. И вот смотрите, что у нас получится. В эти места, где мы срезали пупырышки, нужно будет положить вот такие брусочки, как бы балочки. Вот. Это для того, чтобы нижняя часть вот этого лотка не садилась на само дно вот этого лоточка. Ну, у меня получились брусочки немножко забольшие. Сейчас я их немного уменьшу. Я расщипал брусочек на две части, более тонкие. Вот, ложим мы их сюда, где были вот эти пупырышки, которые мы связали. И вот таким вот способом располагаем верхний лоток. То есть, получается, зазор, да? До дна верхняя часть не достает. Вот. После чего мы наливаем воду. Так, хорош. Вот. И смотрите, мы располагаем луковицы. Вот таким вот образом. Ну, у меня 10 луковиц нету, а чуть меньше. Это для наглядного примера, так сказать, хватит и этих. Вот. Вот. И когда мы расположили, получается, что луковица не достает до воды. Где-то приблизительно 5 миллиметров, да? Но корень, когда опускается в воду, вот. Корень дает питание луку. Естественно, у луковицы проращивается зеленое перо. Вот. Ну что, ребят, всем, кому понравилась данная идея, ставим лайки под видео. У кого есть какие другие идеи, пишем в комментариях. Всем спасибо за обзор. Пока. До новых встреч.